На рынке крепнет уверенность в том, что ОПЕК не будет сокращать квоты на добычу нефти. В стане организации сохраняются разногласия, однако Саудовская Аравия, крупнейший ее участник, выразила свою позицию довольно ясно. Страна не готова уступать долю рынка. Переизбыток предложения нефти в мире сформировался без участия стран ОПЕК. Так что решение по сокращению квот может лишь освободить пространство для несвязанных обязательствами конкурентов. Котировка нефтяной смеси Brent на европейских торгах в четверг обновила свежий четырехлетний минимум, упав ниже 80 долларов за баррель. Рынок продолжал отыгрывать комментарии министра энергетики Кувейта о том, что страна против сокращения объемов добычи. К тому же представители правительства Саудовской Аравии впервые за два месяца выступили с официальным заявлением. Министр нефтяной промышленности Али Аль Наими доверил мировое сообщество в том, что страна не устраивает никаких заговоров и не объявляла ценовую войну. Снижение цен, по словам политика, это реакция на ситуацию на рынке. Медвежий тренд по нефти сохраняется с середины лета, и котировка другого мирового эталона – техасской смеси WTI – не исключение. Технический анализ указывает на то, что стоимость нефти LightSuite может упасть до 74 долларов 95 центов, а если пробьет эту отметку, то и до 70 долларов 76 центов. На прошлой неделе ОПЕК сообщила, что не будет вмешиваться до падения цен на бренд ниже 70 долларов за баррель. Такая позиция категорически не устраивает Венесуэлу, Ливию и Эквадор, которым угрожает огромный бюджетный дефицит в случае сохранения цен на текущем уровне. Однако до сих пор ОПЕК оставалась глуха к призывам Венесуэла собрать внеплановое заседание и принять срочные меры. Весьма вероятно, что позиция этих участников и 27 ноября останется неуслышанной.